Кто только не требовал от Украины проверять электронные декларации. И Вашингтон, и Брюссель, и МВФ, практически все западные дипломаты, которые работают в Киеве. Но типичная для нашей страны история. Мало того, что даже систему для автоматической проверки деклараций за год так и не создали, еще и выяснить не могут, кто в стране настоящий антикоррупционер. Агентство по предотвращению коррупции спорит с НАБУ. Детективы Артема Сытника подозревают главу агентства в конфликте интересов. Антикоррупционная прокуратура заявляет, что неправы все. Но, как тот листник из анекдота, порядок навести все равно не может. Ну а сами коррупционеры доживут припеваючи. Продолжить тему Инна Томина. За эти деньги можно было бы отремонтировать сотни ободранных больниц или проложить километры новых дорог вместо разбитых трасс. Но нет, миллиарды гривен проходят мимо казны, оседая на частных счетах. И превращаются в чьи-то яхты, усадьбы и автопарки. Каждый год Украина теряет колоссальные суммы из-за коррупции. Причем солидная часть этих денег тихо покоится в декларациях чиновников. Но на ПК их там не видит. Тут вызывает вопрос о работе на ЗК, которая в принципе в этом смысле не работает, не хочет работать, не хочет установить, проводить соответствующие экспертизы. За год показательной борьбы с коррупцией Э-декларации подали больше миллиона должностных лиц. Первая волна осенью прошлого года стала девятым валом. И буквально смела все остальные новости в мировых и украинских СМИ. Все завороженно смотрели на тонны налички, дома и дачи, коллекции оружия, картин и вин наших отечественных слуг народа. Журналисты составляли рейтинги самых богатых и бедных избранников. Считали их движимое и недвижимое имущество. Сбережений насчитали почти на 26 миллиардов гривен. Для пущей наглядности загружали депутатский и чиновничий кэш в бочки и складывали в башни. Горы гривен показали, люди повозмущались. Прошел год, но масштабных расследований нет. А процесс проверки декларации сопровождался постоянными техническими сбоями. Борцы с коррупцией ссорились и между собой, и с властью. Вы сядьте и сделайте свою работу. Мы делаем свою работу. Я вижу, вы сами не способны организовать работу с вашего сайта. Я считаю, что это вопрос не политической атаки сейчас, что происходит. Это просто профессиональная непредатность. Что с этим делать, я уже сказал. Собрались вместе и пошли в отставку. Нет, я не буду уходить в отставку. Когда я сама для себя не прийму. Из полутора миллиона электронных деклараций чиновника в реестре, агентство за год успело проверить меньше сотни. Фронт работы большой, а бойцов мало, жалуются в НАПК. В НАПК жалуются и на нехватку рук, и на несовершенную систему, и на плохую координацию работы с коллегами. При этом не устают выяснять и отношения между собой. У меня все. Со скрипами и нагрузками в выходные полную проверку некоторых деклараций сотрудники на ПК таки завершают. Речь идет о доходах президента, правительства, нескольких судей и меньше десятка депутатов. НАЗК работает с чрезвычайно низкой эффективностью. За это время они проверили только 81 декларацию, из которых они только в 7 нашли признаки недостоверных данных. А признаков незаконного обогащения, то, ради чего это все создавалось, не нашли, не увидели. По итогу, вместо действенной борьбы с коррупционерами, есть только политическое шоу и потраченные на работу на ПК деньги из госбюджета. Пока будет такая законодательство, мы будем постоянно чути, что кто-то заработал гроши десятки миллионов гривен, подающие ялинки, кто-то, не знаю, таксувал, кто-то наследство бабушки отримал, кто-то выиграл лотерею. И тут нужно просто только менять механизмы проверки. Должная проверка и декларации – это условия ЕС для получения страной в конце года третьего транша макрофинансовой помощи. Но, похоже, до декабря чуда не будет. Автоматическую проверку запустить никак не получается. Загвоздка еще в том, что сама система электронных деклараций не принадлежит администрированию на ЗК. Администрированием занимаются специальные украинские системы, которые могут тоже некие внешние факторы сюда привносить в этот процесс. А без автоматизированной системы проверки деклараций обречены на провал. Ведь с такими объемами хендмейт не справится. А на пороге очередная волна деклараций. Ведь с Нового года к полутора миллионам непроверенных документов добавятся отчеты о нажитом добре за этот год. С новыми яхтами, домами и картинами. Инна Томина и Вячеслав Фролов. Подробности недели – телеканал Интер. И вот очередная новость о противостоянии НАБУ и нац.агентства по декларациям. Детективы бюро пришли с обыском к свекрови Натальи Корчак. Сама она сейчас выехала на место событий. Субтитры создавал DimaTorzok